Наш друг, все равно, все знают, прошу любить тебя. В нашей семье, все равно мы тебя принимаем, их ждем давно. Поэтому, и сразу же сегодня, что я тебе тут. Конечно. Ну, я тебе уверен, что я. Сергей, добро пожаловать на Динамо ТВ. Сегодня ты официально стал игроком Минского Динамо. Мы тебя с этим, конечно же, поздравляем. И первый же вопрос, что ты можешь сказать по этому поводу? Для меня это, конечно, такой огромный вызов все-таки. В любом случае, это топ-клуб, скажем так, не только в Беларуси. Он всегда на слуху, наверное, самый такой слышимый футбольный клуб. Потому что в СНГ, СССР, это всегда Динамо социализм. Поэтому я рад. И мне останется только, конечно, оправдать надежды, которые на меня здесь вовремя. И такие совпадения случаются. Вот в субботу мы отыграли против Солигорского «Шахтера». И наверняка ты смотрел этот матч. Что можешь сказать про поединок прошедший? Ну, игра тяжелая, что я могу сказать. Но совпадения, да, наверное. Ну, мы как бы, в принципе, когда расторг контракт, начались какие-то такие разговоры, интересы. И мы, в принципе, быстро все договорились. И уже, ну, как бы нюансы на днях утвердили, медовследования. Поэтому не получалось бы прийти до игры с Солигорском. Ну, так совпало, что после того всего увиденного я теперь уже игрок «Динамо» в Минск. Какой фактор был для тебя решающим при принятии решения о переходе в Минское «Динамо» как следующий клуб твоей футбольной карьеры? «Задачи, амбиции. В любом случае. Все меня сватали домой, конечно, или еще. Но есть задачи. Я, я думаю, что еще не сказал последнее слово. По крайней мере, в белорусском футболе. Есть сборная. Надо вызываться. Надо и поднять максимально. Потому что «Динамо» хотя бы с моей стороны. Потому что ставят серьезные задачи, серьезный тренер, серьезный состав. Это основное. Ну и, конечно, традиции в любом случае». Что в целом можешь сказать о нашей команде в этом сезоне? Я имею в виду те игры, которые ты смотрел сам. Ну, я, наверное, практически все смотрю игры. Особенно, когда я в дубле был. Времени свободного много. Нет, но, я говорю, что, наверное, моментов мало. Создается вроде у ворот «Динамо», но почему-то постоянно гол. То есть, такие нелепые один момент, гол. Но я думаю, что это дело времени. Сейчас все притерется. С приходом нового тренерского штаба в любом случае какие-то изменения. Все притираются. Я думаю, сейчас все в ближайшее время устаканится и все пойдет только вверх. В команде есть те ребята, с которыми ты раньше выступал вместе. Это в Гомеле, Косте Рудинок, в Шахтере, Риос, Олехнович, Вергейчик. Может быть, ты с кем-то из них советовался? Общался перед тем, как подписать контракт с нашим клубом? Нет, ни с кем не общался. Во-первых, начались разговоры до игры с Шахтером. Во-вторых, ну, зачем ребят будоражить? У каждого свое восприятие на эту ситуацию. Кто-то будет нервничать, кто-то переживать. Ну, это непрофессионально было бы. Есть взрослые люди, которым я там раньше играл, которые закончили тренера. Я посоветовался. Ну, и, в принципе, поэтому... Только из-за этого я... Может быть, я и хотел бы позвонить, но это было бы неправильно. Что в любом случае так, ведь информация быстро расплывается. А если я бы еще позвонил, то некрасиво и непрофессионально. В целом, я думаю, не должно возникнуть каких-то проблем с адаптацией, потому что много кого ты знаешь и по выступлению в чемпионате Беларуси, плюс также сборная Беларуси. Да, я думаю, большинство футболистов я, в принципе, знаю. Наверное, только, может, с легионерами не знаком. Но большую десятки я точно считал, что я знаю, знаком. Нормально, в хороших отношениях. Ну, вы четыре человека только играл. В сборной еще там пять человек. И опять еще просто пересекались. Поэтому, я думаю, что с этим проблем не будет. Ну, и, во-первых, в принципе, мы недалеко уехали. Страна та же, люди те же, язык тоже. Я думаю, что вообще проблем никаких не будет. Твоя профильная позиция – правый защитник. Но в Шахтере бывали случаи, когда ты играл и на левом фланге обороны, а даже играл опорного полузащитника. Так ли это и насколько ты универсал? Так, наверное, сложились обстоятельства, конечно, все время. То и у Кубарева в Гомеле было, и в Шахтере, и в сборной приходилось. Справа, слева, в Шахтере центрального. Но, скорее всего, все равно-таки я правый защитник. Ну, как я считаю. Проблем вроде и нет сыграть, но рабочая нога никто… Ну, не две одинаковые в любом случае. Проще справа, но, опять же, как показала практика, проблем нет. Слушай установку тренера, выполняй то, что тебя требует. Я думаю, что какие-то определенные игры можно закрыть на любой позиции. Даже если скажут быть нападающим? Ну, скажут, будем бегать. Будем играть за счет сильных качеств, отбирать мяч у защитников. Поэтому, я думаю, тоже проблема. Может, с реализацией будут вопросы, но будем брать с темпом интенсивность. Прямо сейчас мы находимся на стадионе «Динамо». Можно сказать, что в какой-то степени теперь это твой новый дом. Что можешь сказать о нашей арене, потому что ты здесь уже играл не один раз? Ну, я говорю, много, конечно, противников. Я так понимаю, реконструкции. Ну, мне кажется, для Беларуси это красиво, масштабно. Все хотят лучшего, но, по крайней мере, когда я первый раз, наверное, вышел старинно здесь играть. Или, по-моему, или сборной, я думаю, старинно. Для меня такой, скажем так, даже мандраж легкий от большого стадиона все-таки есть. То есть, мне как бы здесь симпатично. Мне нравится здесь играть. То, что я играл здесь из сборной за Еврокуб, мне понравилось. Поэтому даже вчера, хотя я, наверное, первый раз шел в жизни через парадный вход. То есть, я как-то был один раз на игре «Барселона-Бате», но это было давно. Поэтому, ну, для меня такое, скажем так, слово подобрать, интересно. Пударающие. Значимое событие. То есть, мне здесь приятно находиться. Ну и заключительный вопрос. У тебя довольно богатый опыт выступления в чемпионате Беларуси. Ты действительно очень много раз играл против минского «Динамо». Чем тебе запомнилась трассида динамовских болельщиков и фанатов? В последнее время, конечно, численность их упала. Ну, по крайней мере, не в душе, а в посещении стадиона. Ну, конечно, основное, что мне очень больше всего нравилось, это «Динамо Юни», когда там было «Космос». То есть, это до сих пор все помнится. Как мы, помню, проиграли, наверное, матч за третье место. Ну, это очень Гомелем, наверное, было. Ну, это какая-то атмосфера была такая, что-то невероятное. Вот сейчас вспоминаешь, блин, почему нет такого? Ну, все мы все понимаем, поэтому всегда, когда их приходит очень много, это всегда классная поддержка, классные заряды, поэтому я надеюсь, что все стаканится, образумится, и болельщиков все будет больше.